Ну и всё, я, кажется, собрал. Что, может, типа, вот можно было куда-то залезть? Нет, не похоже. Да-да, кажется, всё. Наверное, это были последние. Блядь, нет. Ну что, здесь ещё какой-то квест потом будет, я не пойму. Я просто даже туда не выкупаю, куда здесь можно ещё податься. Ну что, игни попробовать на них ёбнуть. Ой, ну и в пизду, в самом-то деле. А, подожди, как это? Я же вроде всё полутал. Может, имеется в виду, что вот перед входом лежит ещё? Да. Блядь. Какой бы писали там, ну, блядь, в этом плане в Одессе лучше, что, блядь, написано. Я, короче, сейчас поменяю управление. А, вот. В самом плане, ныряние, бой. А можно... Нельзя менять ещё управление, к тому же. Я как бы... А почему не могу управление на геймпаде поменять? В смысле? Ну, в прямом. Он вот геймпад... Ты хочешь по-другому что-то сделать? Да, потому что здесь уёбищное управление. Я уже заебался, блядь, от него страдать. Здесь, блядь, атаки мечом, блядь, выставлены на квадраты треугольник, блядь. Ни в одной нормальной игре их никогда на эти кнопки не выставляют. Всегда выставляют на курки. А может, а там тебе не так их много часто придётся махать палкой? Я постоянно, блядь, мечом махаю. Охуенно. В игре, где надо, блядь, нечисть резать нахуй пальчиками, блядь, мне не часто придётся махать мечом. Ты, блядь, а... Да, просто тебе, по большей части, придётся уборачиваться. А бить их не надо, они будут подыхать от скуки, я так понимаю. От того, что, блядь, но он нас не бьёт, наверное, мы, блядь, тоже не бьём. Слушай, я не знаю, где-то можно бы настроить. Нет, вот геймпад и можно на клавомышек поменять, а на геймпаде что-то вот он вообще не говорит. А у тебя какая? У тебя стимовская версия? Конечно. Так, в стиме поменяй геймпад, конечно. В смысле, в стиме, блядь? Ты, блядь, ты хуйню не неси, блядь, почему в настройках игры, блядь, нет смены управления? У меня геймпад оригинальный, майкрософтовский. Как бы, менять сейчас его в стиме, чтобы он у меня на все игры поменялся? Угу, чё дальше? Может мне ещё скачать эмулятор клавиатуры? Нет, там ты его настроишь и просто потом удалишь и поставишь на стендарь. Ну, это, мягко говоря, костыльно. Тем более, это, знаешь, чем чревато? Тем, что я беру, допустим, меняю, Y переставляю на R2, окей. Но у меня внизу-то кнопки в интерфейсе в меню не поменяются. И чтобы в меню мне выходить назад, там, или так далее, там, гвинт, начинать игру, мне придётся тоже, блядь, запоминать, что R2 у меня это Y, блядь. Тебе не кажется, это как-то что-то здесь что-то не то? Нет, просто в игре, блядь, нету этого, и это как-то не очень хорошо. Ну, я не знаю, мне нормально будет. Я не знаю, блядь, чего, кто выёбывался на Ведьмака, ой, на Одессу, в том, что Одесса, типа, блядь, унылая. Блядь, здесь вопросы исследовать ещё более уныло, нахуй, чем, блядь, в Одессе. Потому что здесь ты просто пришёл, просто забрал сундук, всё, блядь, вопроса нет на карте. В Одессе надо хотя бы... Так, там же, это ты просто, блядь, на тайный клад, блядь, нашёл, всё. Ну, так такого половина вопросов на карте. Нет, мне просто непонятно, блядь, почему кто-то говорит, что Одесса, блядь, скучная, там вопросы тупые, блядь. Я не знаю, здесь прям вопросы сильно тупые. Да, нет, на самом деле, там половина вопросов, да, такие, половина нормальные, интересные. Да, мы вчера обсуждали квест, квест из нихуя. Так вот, уёбечный, блядь, квест, пришёл я, блядь, значит... А, иду, иду, это в первой локе. Сидит чувак на болоте, говорит, у меня там, блядь, повозка уехала, блядь, мне нужна шкатулочка. То есть, блядь, он сидит, он лучник. Мы подходим, там, видим труп, что он, короче, всадника застрелил. Он нам даёт задание, типа, говорит, я торгаш, моя повозка отъехала. Мы такие, типа, ок, как бы идём ему помогать. И так вот, если в момент исследования проебать вспышку того, что я нашёл гонца, его кто-то пристрелил, кажется, торгаш мне не договаривает. То есть, если просто, блядь, как его, проебать эту фразу, то мы, блядь, в жизни не поймём, почему мы подошли к нему, блядь, и почему у нас есть вариант ответа, блядь, ты что-то не договариваешь, блядь. То есть, нигде, ни в дневниках не фиксируется такая хуйня, нигде, квест-лога нет. Во-вторых, хуй с ним, блядь, дальше начинается интереснее. Мы говорим торгашу, ты что-то не договариваешь. Он такой, типа, ай-яй-яй, блядь, мы стоим, смотрим, как он садится на лошадь и убегает. Интересно, пиздец, то есть, блядь. Это ты где вообще эту хуйню нашёл? Я даже такого хуйню не нашёл. Это, блядь, вчера я проходил квест, я тебе отвечаю, блядь. Он говорит, типа, ой-яй-яй, ты, блядь, ты меня спалил. И мы стоим, смотрим, как он, блядь, садится на лошадь и уезжает. Потом наша задача его догнать, с лошади сбить. Мы его сбиваем. Он говорит, я из вражеской армии, на самом деле я хотел подрезать у них аптечки. Мы говорим, типа, ок, ну я ему разрешил подрезать аптечки, он мне деньги заплатил. Так вот, вопросов дохуя. Во-первых, квест из нихуя. Он, типа, короче, говорит, я не пойду в болото, там утопцы. Но он лукарь, у него лук. То есть у него, как минимум, от природы, ну как, если он с луком, у него должно быть зрение хорошее. Ну как бы это, ну хуй с ним у него зрение. Нет, повозка в 20 метрах, блядь. Ее видно просто глазами, блядь, без ведьмачьего зрения. Там видно, что утопцев нет. Он сидит напротив, сука, нее, блядь. Метрах в 30. Ладно, следующая тупость, блядь, охуенных квестов. То есть все, во-первых, у нас на груди, блядь, волкалак. Что как бы всем сразу говорит, я ведьмак. То есть я там, блядь, урод, ебался в рот, мордоворот. А, да-да-да, вот эта вечная, эта дебильная фраза. Ты что, ведьмак? Да это хуй с ним? Ты что, ведьмак? Стою я, блядь, с этим... Ты мои глаза видишь, блядь? С ветерилом, блядь, вот с этим, блядь. С дедом, с другом, с подружкой. Ну-ну-ну-ну-ну. И на нас в таверне, то есть это вот сюжетный квест, один из первых, на нас нападают крестьяне. Сука, голые, в тряпках, блядь, на двух чуваках, с двумя мечами каждый. Ведьмаки, блядь, в доспехах. Нападают голые, блядь, дебилы. Пиздос, нахуй, это, блядь... Чё, нахуй, за логика, блядь? То есть просто даже отбросим, мы не ведьмаки. Просто вот чувак в доспехах, с мечами, с двумя, блядь. Видно, ну что, блядь, явно дядя, блядь, ну, занимается, блядь, этим. Он умеет этим пользоваться. И ты, блядь, просто в рубашке, блядь, против меча. Да он, блядь, просто ты с кулаками, он с мечом, блядь. Один прогиб, и ты погиб, блядь. Нападают втроём. Типа, блядь, о, да, сто таких, как ты, не любят, блядь. Что за бред, нахуй? Это просто, ну, это просто бред, блядь. Тупое говно, тупого говна, блядь. Вопросики здесь, говорю, уёбичнее, чем в Одессе. В том плане, что, блядь, ты скоро с нормальными вопросами встретишься. Ну, посмотрим. Там будет зачистка, это, деревня, спасание чувака какого-то. Сосание чувакам каким-то, я понял. Зато вчера я, блядь, покекал. Смотрю, короче, видос про паркур в играх. Типа, как появился вообще, для чего и так далее. Почему сейчас его часто встречается. И рассказ. Типа, в паркуре распространено явление, когда, если объект близко, то героя как бы притягивает к нему, незаметно для игрока. Ну, то есть, чтобы ты чувствовал, что ты бесшовно передвигаешься. То есть, не было такого, что он чётко на два метра прыгает, и всё. То есть, если объект в полуметре от тебя, он на два с половиной метра может прыгнуть. Если перед ним ничего нет, он прыгает на два. То есть, если объект ближе, то он прыгает ближе. Но прыжок полноценный, анимация прорабатывается полноценно. Ну, чтобы не было тупости, что если в двух с половиной метрах от тебя вот этот, чтобы тебя не тупо притягивало, а чтобы там плавно дуга увеличивала из твоего прыжка. И типа, похожие эффекты наблюдаются в играх Бэтмена и Ведьмак, когда тебя притягивают к противникам. Я только вчера хуесосил, что, блядь, какого хуя, он просто как еблан машет мечом, блядь, перед ним никого, блядь. Противник в метре, он машет мечом в полуметре от себя. А ты фиксацию на противнике делаешь? Ну, это еще хуже, блядь. Это еще хуже, потому что мне начинается спины, блядь, кусать, я вообще нихуя не вижу. А еще что-то не заметил, блядь. Это когда куча, да, противников. А еще с боссами лучше фиксируют. С боссами, допустим, лучше, но мы так, блядь, чаще сражаемся не с боссами, а с пачками. Ты вкачал себе навык, что если ты эликсирку выпил, у тебя замедляется при атаке. Я не пью эликсирки, начнем с этого, блядь. Пока что. Ну, пока что, блядь. Ты будешь их глушить. Ой, я думаю, я игру, блядь, больше запускать хуй буду после сегодня, блядь, так что... Ты чем, блядь, офигел? Блядь, говно, блядь, тупое. Скажем так, я не говорю, что, блядь, игра плохая, но я, блядь, не вижу того, за что ее все любят, блядь. Вот реально, я видел все это миллион раз. Нет, есть некоторые прикольные... Мне очень, знаешь, что понравилось? Вот реально, прям от души, блядь, ублажили к фолу. Это, блядь, заставки при загрузке. Ну, типа, как, блядь, в сериалах, блядь. А меня бесит. Показывает, блядь, что было, что будет. Они еще тебя выбесат. Ну, я так часто не загружаюсь, у меня эта игра загружается секунд за 10. Там, да, знаешь, почему она тебя выбесит? Потому что, если ты перемещаешься по глобал карте, да, на это, там, на Скеллиге, там, в Кайморхене, или вот на первую, да, самую луку, у тебя этот чувак, у тебя будет эта заставка всегда. Ну и че? Там не важно, там, о, фишка в том, что он это все обговаривает, вот прям вот, он пока до конца не договорит, у тебя не загрузится лука. А пропустить нельзя. Я убил чудовищ, но какой-то, блядь, шурин там не выжил, блядь. Я встретил твоего шурина и распрося. О, грозно. Да я, пи, не знаю, кто это, блядь. Я реально не знаю, вот, блядь, еще один охуенный квест, сука. Я, блядь, не знаю, кто этот шурин, блядь. Он мне говорит, идти тут рядом, блядь, помоги мне. Наверю, говно вопрос, блядь, пришел туда. Там один, один, блядь, чувак, один. Дает мне задание, давай поотбиваем это, говно ебаная. Горю, давай. Я отбил, вот запись посмотреть можно. Я отбил, блядь, гулить штук 10 убил. Все, сдал. Это второй квест, то есть я взял на поле второй квест. То есть я пришел туда, уже этого чувака там не было. А теперь мы приходим, но, к сожалению, он погиб. Ну, типа, блядь, как бы, может быть, конечно, тут так задумано, блядь, но я его в глаза не видел, этого чувака. Тем более здесь вон пиздюк какой-то бегает, танцует, поговорить. Мальчик пописел в стаканчик, блядь. Ему похуй мороз, а какой-то Шурин, блядь, там погиб, которого хуй было вообще. Пиздец, логика, блядь. Вопросики на карте, блядь, я еще в Watch Dogs видел, и то там в первом были головоломки, то тут QR-коды какие-то подгадай, то, блядь, взломай, блядь, то еще что-то. Здесь просто вопрос, пришел, собрал, ушел, блядь. Возможно, где-то квесты есть. Окей, ну, блядь, их же нет везде. Или в той же тупой Одессе, и то, блядь, там... Нет, там есть и такие подобные квесты, но на самом деле их тяжело проходить, просто потому что приходится читать вот эти вот книжки, там что-то еще. Ой, блядь, это жестко. В Пятом Фарике наказывали, знаешь, чем игрока? Самое жестокое, что в Пятом Фарике, блядь, невозможно было играть. Это то, что, блядь, заставляли заново очень часто катсцены слушать, и слушать пиздеж этих капитанов-боссов. Это, сука, невыносимо, блядь. Это пытка, нахуй, блядь. О, нет, ну, хотя бы здесь можно пиздеж пропустить. Вот это хорошо. Хорошо, когда его интересно слушать. Но здесь, кстати, тоже на таком пафосе диалоги, блядь. Японские JRPG, блядь, ну, странно сказать. Отдыхают, да. Но отдыхают по уровню пафоса. Хотя, конечно, фразы японские JRPG, это, блядь, мыльное мыло получается. И масляное масло. JRPG уже означает JapanRPG. Это как сказать к фолдушнило, типа. Нет, это как, блядь, ты еще хуев тебе в задницу натолкать. А ты скажешь, что-то случилось, блядь. Но ее не заметил. Я же говорю к фолдушнило. А еще критика не воспринимает. Абсолютно. У тебя меня критиковать. А еще здесь очень интересная система, как в Horizon, но только хуже. В плане. В плане в том, вот я иду сейчас вот на цветок. Вот я иду перед тем, как цветок передо мной, я могу его связать. Стоит мне чуть-чуть отойти, вот когда цветок тоже где-то передо мной, но только вне моего, вот он у меня не прогружен. Ну, грубо говоря, он исчезает, грубо говоря, и модель цветка исчезает. Хотя физически он там есть. Цветок. То есть вот я сейчас смотрю, вот передо мной цветок. То есть вот, блядь, вот этот цвет, блядь, реально такая, нахуй, залупа, блядь. Так он еще и исчезает из поля зрения, блядь. Это бесит, да. Это почему это? Это должно быть просто на метр дальше это должно происходить. Вот и все. А еще здесь есть вопросики, на которых я мобов убиваю быстрее, я дольше лутаюсь, короче. Вот какой. Да. Это так тоже вымораживает. Здесь нету паркура, но зато зачем-то добавлены прыжки. Выглядит это прям плохо. Я, конечно, понимаю, что Ведьмак не про паркур совсем ок, но просто когда он есть, к нему так привыкаешь. То есть в любое место можно добраться. А последние игры, в которые я играл, блядь, это Гинша, Одиссея, где с паркуром как бы все ок. Либо коридор на Outriders, где он не нужен. А еще бесит, что в бою он начинает ходить, а не бегать. Это просто, блядь, отврат. К врагу он еле-еле подходить. Это, блядь, раздражает тоже нереально просто. Я не пася, скоро будет такая ситуация, когда у тебя будет 18 уровень, а у тебя по активнике будут 30. Да, все, похуй, я думаю, я не доиграю. Блин, слушай, а где ты нашел это? Я даже этот квест не нашел. У меня его нет. О, но он у меня провалился из-за того, что я убежал. Охуенно тоже. Игра, ты идешь, нахуй, блядь. Ты хоть ли, чтобы я, блядь, в тебя играл или нет, блядь. Ты мне квесты, блядь, проваливаешь там, феваков каких-то убиваешь, блядь. Что-то за тупость, нахуй. Ну, ты тут тупо, блядь. Мне тоже это, нахуй, не надо, блядь. Не, мне это... А я не в жизни, блядь, я в игре. Мне тоже, нахуй, не нужны твои квесты, блядь. Это ты должна со мной делиться, блядь, игра квестами, вовлекать меня как-то. Мне, нахуй, они не нужны, блядь. Ну, реально, вот это, знаешь, как в кино взять, когда они тебе просто концовку показывают без всего фильма. Мне тоже, нахуй, не нужен, блядь, этот фильм, блядь. Ну, это тупо, блядь. Нет, я не против, знаешь, когда, допустим, там, предупреждение какое-то, там, задание на время, там. И ты там не уходишь его, не стартуешь, там, допустим, как-нибудь. Ну, можно там обыграть кучи вариантов. Там, ты приближаешься, там, может быть, сделать значок, что там, часы, дип, ну, подсказку. Я такой, ага, понял, я обязательно сюда вернусь, вот. И вернешься потом. Потому что, ну, блядь, я реально тупо мимо, блядь, проходил, увидел, блядь, 10-й левел, блядь. Ну, я понял, что я с ними с четвермя, 10-м левел, я не сражусь с ними сейчас. У них преимущество. Почему, если у тебя есть... А не вот, он жирный. Если у тебя есть и яд этого повешенного, ты можешь их размотать. Мне еще похуй. Я нашел, блядь. То есть тебе нужно... Хорошо, я буду только уклоняться, блядь, и все. Симулятор колобка атаковать мне, когда, блядь. Когда я только уклоняюсь. Их четверо, блядь, Кирилл, ты сышок. А там есть значок, блядь. Ты, наверное, не слышишь, блядь. Их четверо, блядь, Кирилл. 10-го уровня. Ну, так гибни, ты возьми у меня. Они для меня красные. Ты на одного заюзал, и он с двух, с трех тычек умирает, потому что он овощем становится. Их четверо, блядь, ты, блядь, нереально не слышишь. Четыре. Четыре это больше, чем один. Четыре раза, блядь, Кирилл. Когда один плюс один плюс один плюс один плюс один. И когда я одного выведу, хорошо, мне три других, блядь, взяли, сняли, блядь, одним ударом, блядь, пол хп. Что я там буду делать, блядь, с ними? Ты защищаешь, что ты защищаешь, блядь? То, что, блядь, игре нахуй не нужно мне давать задание, блядь, она мне показала задание, и тоже засчитала его провальным. Спасибо, идите нахуй, я именно для этого и играю, блядь, чтобы, блядь, просто смотреть, как у меня квесты, блядь, проваливаются. Нахуй вы его делали, вам самим, блядь, не жалко? Я чё, блядь, должен теперь, они ожидают, что я что, пересоздам игру, блядь, буду проходить всё заново, чтобы эту залупу, блядь, пройти? Ну да, блядь, ну да, логично, нахуй. То есть, они лишают меня контента, блядь, или что, они мне говорят, типа, не исследуй наш открытый мир, блядь? То есть, что мне хочет сказать этим играм? Да, вопрос, вот в чём вопрос, в геймдизайне вопрос, блядь, то есть, что мне хочет дать эта игра? Она мне, блядь, берёт, проваливает квесты, просто так, два подряд. Ну нахуй они их делали, мне они тоже не нужны, я про них и не знал, блядь. Я вот до этого доёбываюсь, то есть, это тупо, блядь. Ну это знаешь, как по мейн-ветке, ну вы что-то не шли, и всё, и вы, блядь, теперь игру не пройдёте. То есть, вы сделали открытый мир для того, чтобы я пошёл его исследовать, чтобы я сказал, блядь, Цири подождёт, блядь, и пошёл заниматься, блядь, смотреть на леса. И вы при этом, мне, при этом проваливаете квесты, то есть, я пошёл исследовать ваш ебучий мир, блядь. Но мне, блядь, вы при этом проваливаете квесты. Вот до чего, вот к чему, блядь, в чём вопрос, вот до чего даёб. Ну это реально тупо, это просто, блядь, тупо и глупо нахуй. Когда, допустим, в результате чего-то я запорол квест, допустим, но я увидел там, окей, задание взял. Я вижу, что, юбики, вот этот прикол с расследованием в Одессе тоже есть, он нагло подрезан отсюда, потому что я нигде не видел, блядь, такой прикол. Ну, типа, когда мы вот это по следам начинаем все восстанавливать. Угу, то есть это, ну, обставлено более-менее, хотя когда потом у меня стою у трупа Грифона, и мне говорят, блядь, по очереди, я должен сначала на ему на жопку посмотреть, потом в ротик, потом, блядь, на животик, блядь. Что нахуй за тупость, нахуй мне его разглядывать, блядь, всего, ты просто сразу, блядь, подытожь все и все. Я понимаю, что вы хотели, типа, мир, типа, бляда, живет сам, но он у вас сам не живет, это видно, у вас, блядь, день и ночь кузнец, блядь, на улице стоит с купцом, блядь. Охуенно, вы, типа, делаете сначала живой мир, в первом городе купец, в первом городе купец и кузнец круглосуточно стоят на улице. Ну, я не знаю, как в первом, может быть, в первом городе, там, на второй локе, там, наоборот, постоянно ждать вот этого, как девица. Игра, когда они выходят на рву, возможно, блядь, выходит, извините меня, блядь, в 10-11 утра, я только, блядь, спасибо. Ну, как с Карими, я понял. Ну, это ничего, это не значит, что они здесь при этом, охуенно, меня сквозь дерево ебут, блядь, охуенно, блядь, игра, блядь, да что за пиздец, блядь, у меня реально сейчас пульки сквозь дерево, блядь. Не, ну, ты понимаешь, что в чем дело, меня сейчас через дерево стреляли, тоже я иду, нахуй, я доебываюсь, да? Да. Понятно. Я вижу сейчас этот момент просто, как тебя сквозь дерево, охуенно. Ну, блядь, я доебываюсь, блядь, главное. Да. Окей. Кувырками, когда в тебя стреляют, лучше кувырками к ним поближе подходить. Да, когда через дерево стреляют, мне кажется, уже кувырки просто сосутят. Я единственная часть здесь не понимаю, вот реально, к чему больше всего вопросов претензий. Как вот это может считаться чем-то, блядь, охуенным? То есть, как кто-то это может считать венцом, блядь, творения? Вот к чему вопрос. Черт. То есть, я не против, что это, ну, норм игра, допустим. Нет, это, знаешь, по сравнению с первым и вторым ведьмаком. По сравнению, блядь, даже с котикой, с какой-то, такая... Можно сделать лучше. Его не то, что можно, его нужно сделать лучше. Ну, это еще Deep Dark Fantasy, блядь, странное. То, что на ровном месте проблемы из нихуя. Там кого-то сожрали, здесь кто-то умер. Но это ладно, это вкусовщина. Тут вообще только вкусовщина. Мне такое не очень нравится. Хотя здесь я более-менее заметил, что здесь только... На самом деле, то есть, я еще тут еще обосрую игру. Не буду, блядь, упускать эту прекрасную возможность. Что только игра пытается быть серьезной. На самом деле, такая залупа, блядь. И вообще, похую. Буква Ю, похую. Ни на что не влияет, блядь. Мы тоже совсем изголодались. Но дети зажарили собаку, все нормально. Вот все, собака, блядь, не мясо, что ли? Ну, то есть, я как бы, ну, игра, игра, ок, игра, допустим, там, нормная игра. Но, блядь, ну, сколько говорит, о, блядь, это шедевр, здесь все на своем месте, здесь все так замечательно, так охуенно. Нет, блядь, здесь, блядь, копать и копать, блядь. Здесь тупости и олдскульности столько, блядь, устаревшего, блядь. То, что, нахуй, с одного человека падает, блядь, один вареник, нахуй. Блядь, это так тупо, нахуй. Это закос, блядь, под какой-то, я не знаю, под что. Это какие-то древние какие-то RPG, которые здесь, в современном, в этом всем геймплее, оно, ну, не смотрится. То есть, либо мы должны их раздевать и снимать с них все целиком, либо, блядь, мы должны просто какой-то лут там получать. Но не один вареник, там, я не знаю, там, тарелка супа хотя бы какая-то. И то, как они с собой, конечно, тарелку супа таскали. Но это как-то все равно логичнее, чем, сука, один вареник, блядь. По билой рыцаря с него выпал вареник. Ну да, ладно, рыцарь-женщина была бы, мы у нее вареник подрезали, блядь. Да, блядь, а то, что в меня сквозь деревья стреляет, нормально, заебись. Мне понравилось, знаешь что, что как нас бреют, нам анимацию не показывают, зато жопу Йеннифер показали 4 раза за 2 минуты в заставке, блядь. К игре очень много вопросов, сука, дохуя вопросов. Я просто, я не одупляю, нахуй. Шедевральность до меня не доходит этой игры. То есть то, что игра, ну, норм, все, игра, ну, интересная. Ну, мне она не очень... Она мне не нравится, во-первых, то, что здесь, что, блядь, не гражданин, то, блядь, больной дерматитом, блядь, каким-то, или оспой, или псориазом, блядь. Я понимаю, крестьяне, стиль такой рисовки. Мир сам, мне симпатичен, конечно, природа, мне нравится, тут пиздаебов. Звуковой дизайн, только не когда баба орет в песне, вот только не когда, блядь, бабы орут, охуенный. Вот когда, ааа, вот это вот, блядь, выключите, нахуй, пожалуйста, блядь. Можно, блядь, это не слышать больше никогда. Здесь, блядь, с картой тоже вопросы. У меня этот радар, блядь, который... Во-первых, я очень привык к тому, что в Ассасине, когда я метку ставлю на карту, то у меня путь вот этот, типа здесь как точечки вот эти, они ведут до метки. То есть у меня подсвечивается мой путь до метки, и лошадь у меня едет на метку. А здесь у меня, блядь, вообще непонятно. Во-первых, радар во все стороны крутится. Во-вторых, блядь, мне путь показывает не до метки, а просто, блядь. Как бы, куда-то до квеста. Хотя я могу туда вообще не собираться. Я знаю, что еще бесит? То, что если, например, за того гонятся волки, там что-то еще, и ты проезжаешь мимо там стражников, или, например, бандиты те же самые, то стражники тупо в глаза долбятся и такие, типа, ха! За ведьмаком это чуваки какие-то, это, и монстры бегают. Ну да, они же должны, типа, поселение охранять, это логично. А еще одна, еще потрясающий момент. Очень, прям вообще, охуенно, гениально. Бедная инди-компания делала игру, сразу видно, блядь. Почему, сука, объясните мне, блядь, дебилу, я не знаю. Почему, блядь, нельзя было? В-первых, тут есть, типа, можно что-то своровать. Вот ситуация следующая. А, это что, типа, подтверждение на воровство сделать? Ну, хотя бы просто, допустим, надпись показывать не взять, а украсть хотя бы, блядь. А это есть, если ты ведьмачье зрение юзаешь? А, блядь, без ведьмачьего зрения можно? А еще пусть, допустим, хуй с ним. Взять, взять. Но почему, блядь, когда ко мне стоит стражник спиной? Почему-то из двух сундуков я вытаскиваю, блядь, предметы? Я даже с места не двигаюсь, они все вот с одной точки стоят. Ну вот, из двух сундуков я вытаскиваю предметы, но на третьем сундуке стражник видит меня, блядь, затылком нахуй. Поворачивается ко мне и говорит, слышь, ты охуел? И идет на меня драться, блядь. То есть, два ящика я, блядь, вскрыл, это вообще всем похую. То есть, как бы это ок, блядь, он их не видел. Но на третий ящик почему-то... А вот тут этот ящик, у меня к нему сосок дистанционно подключен. Я, блядь, чувствую, как будто ты меня за писемом хватанул, блядь. То есть, я это вот так вижу. Так вот, я про паркур мысль не закончил. Есть игры, в которых нет прыжка, но он там и не нужен. Потому что нет места, где надо запрыгивать. А здесь, когда ты застреваешь в камнях... Да, отдельная тема, когда мы застреваем, блядь, вообще прекрасно. Застреваем между камней, застреваем между деревьев, не можем пройти. Тоже это потрясающе, блядь, вообще. То есть, я не дошел трех метров, чтобы открыть следующий этот переход. Что-то я второй раз не дохожу трех метров, чтобы открыть фаст-тревел. Блядь. Ну, мы пришли в город, ну, откройте вы сразу фаст-тревел. Ну, мы же уже видим, что это город. Надо обязательно по нему пройтись и найти, сука, указатель, блядь. Это знаешь, как... То есть, смотри, вот ты приехал, приезжаешь, ты в Воронеж. Не, ну ты его типа видишь, ты не увидел его именно, да? Там именно нужны... Но ты же перемещаешься не к указателю, блядь. Или здесь лорно обыграно, что ведьмак может, блядь, именно восстанавливаться у указателя. Восстанавливаться в смысле? Ну, мы же не дезинтегрируемся у одного указателя и мы террализуемся у другого. Мы же типа просто едем между ними. Тогда какая нахуй разница, блядь? Ты, больше, ты из города или ты, больше, ты именно от указателя? Если ты зашел просто в город, почему он сразу не активировался? А какой смысл тогда было бы тогда вообще в этих... Пришел в город, сразу определился, все. Все, я считаю, пришел в город, сразу ТП появился, все. Это ок. То есть, я пришел в город, я доску объявлений даже нашел. Но, блядь, я не нашел, что там есть телепорт. Нет, просто, например, найдена там деревня, нижние залубки, блядь. И все. И просто указатель, допустим, там в 30 метрах от тебя появился, ты потом можешь к нему подойти, там от него депнуться. Но я просто в хитбокс деревни в границу зашел, как это делают в нормальных играх. То есть, я могу издалека увидеть, что деревня есть и понять, ага, деревня, по меточку сделал. Но она идентифицируется только когда я, блядь, подойду до 5 метров к указателю в деревне. То есть, я могу ее по периметру ходить, блядь, всю жизнь, понимаешь? Могу там поубивать всех, но если я не подойду к указателю, мы не будем знать, что тут деревня, блядь, понимаешь? Вот я за что пизжу. А, так... Откуда ты знаешь, какая это деревня, пока ты не подойдешь к указателю и не увидишь, что там написано, какая это деревня? Вот это именно имеет значение, да? То есть, деревня без названия, она не существует. Нет, я просто, говорю, искренне не понимаю. Говорю, игра, ну... Ну, средняя, блядь, игра, ёб твою мать. Ну, средняя она. Ну, кому-то может понравиться, кому-то не понравится, блядь. Ну, есть плюсы, есть минусы. Она красивая, саунд-дизайн неплохой. В целом она так, ну, большая там, интересная. Вроде как диалоги там озвучены. Всё как бы ок, я понимаю. То есть, я адекватный, блядь, человек. Но, блядь, то, что, блядь, это лучше, чем секс, нахуй. Я потрахался, потом поиграл и понял, что лучше бы не трахался. Блядь, игр лучше нету, блядь, на свете. Ещё я находил, кстати, баг. Так, короче, когда это... Я не могу... Не мог зажечь факела. То есть, у него, блядь, вот это вот щёлканье пальцами сломалось. Мы стоим перед факелом. Через ведьмачье зрение мы видим, что можно в него пукнуть. Но у него щёлкушка сломалась, он не зажигает. Так нет, главное, на они факела он ок, вагрится, как бы, блядь, реагирует. На какие-то, блядь, нахуй, нахуй. Нет, там, типа, знаешь, она должна быть либо у него на уровне груди, или ниже. Типа, вот это вот, да, меня тоже это бесит. Ты мне тоже, надо, чтобы, блядь, попала именно средняя часть этой волны, попала. А то просто так он не зажжётся. У меня не получалось так, чтобы я просто Игни скастовал. Нет, если у меня серединка, то он и не зажжётся. Я вот так видел. То есть, блядь, нельзя просто, знаешь, там два факела поджечь, они типа в одну волну попадают. Хуй, блядь, в рот тебе. А не два факела, зараза. Ну, я тебя, блядь, не вру, посмотри, а не боком. Ну, то, что вот я видел, Терех, блядь, то, что я видел. Мне показалось, да? Да. Да, 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 конечно. Плюс, я до сих пор не чувствую, когда по мне попадают. То есть, здесь есть проблема с тем, что я не понимаю... Игроводских, а нет? Ну, да, не регистрируется попадание, типа, звук. Ну, как всегда, опять вот эта бляда-серая мораль, блядь. Чтобы же сейчас... Ты же через детсказ попросил, типа, заразу остановить. Да, значит. А, ты, блядь, прям хороший пиздец. А, ну, то есть, мы вообще, мы его даже отпускаем. Да. Да нет, я даже просто думал, опять какой-то выбор дадут, типа, мы должны покрыть эти преступления этого говноеда. А это будет у тебя? Это же вечный, блин. Тут развилка морального выбора по всему. Ну, она такая, блядь, тупая, вот реально. Вот смотришь, это квест обычный. Тебе берут, просто вываливают на тебя 6 строк, и все, и квест переворачивается. И, блядь, это тоже, кстати, вот это, вот отвечаю, нахуй. Это, блядь, не их идея. Это в Elder Scrolls Online изначально так было. То есть, там тоже можно выбрать, а потом мораль какая-то, что-то поменяется, и все. Но это, по сути, в большинстве случаев не скажется никогда и не начало. Мораль, знаешь, у кого поменяется, Толь? У тебя лично в душе. Вообще похую, блядь. Ну, я выбираю путь пупсика, потому что, блядь, путь пупсика изначально всегда лучше проработан, как показывает. То есть, проработка злодеев, она всегда хуже. Не, в Elder Scrolls Online тоже есть, причем там знаешь, как есть некоторые моменты. Там тоже, типа, там убиваешь, и потом тебе говорят, типа, там, убей этого или убей того. И это может на что? Например, какую-нибудь там башню от призраков ты защищаешь. Например, призраки там невинно убиенные. Если ты просто очистишь ее, у тебя будет пустая башня. На тебя там не будут нападать, например. Лут там особо никакой ценной ты не получишь. Там награды, они по уровню, то есть, фиксированные. Вот. И башни будут без призраков. Или ты можешь помочь призракам, там, освободить их. И при этом у тебя в башне будут призраки, но они будут к тебе не агрессивные, например. То есть, глобально это не влияет, но это влияет иногда на облик мира. То есть, очень часто с призраками, очень часто, что приходится упокоить призраков. То есть, помнишь, даже в Скайриме там драугры неупокоенные, духи всякие. То есть, это, типа, вообще нормальная часть лора свитков. И, типа, блядь, нормальное явление. И, типа, очень часто там можно либо успокоить, либо их не успокаивать. И они могут пропасть, а могут не пропасть. То есть я не говорю, что это хорошо, но и потому, что это хоть как-то отображается на внешнем виде мира. То есть ты будешь идти, никто не будет там никого видеть. А ты можешь, наоборот, спокойно ходить, например, там никого не будет для тебя. Блядь. Нахуй иди, блядь, ёбаный, блядь, Бонни бегает по кругу, блядь. И не атакует, и просто, блядь, катается. Чё, блядь, весело тебе, охуенно? Да, блин, сбей его этим, арбалета. Ты дольше сбивать буду. Да нет, у тебя автор прицел так-то идет. Ну да, только что-то он, блядь, его не сбивает. Потому что не попадает просто. Три раза, блядь, попал, в смысле быть не попадает. Он попадает по нему. Да? А, блядь, да, это, видимо, забивание идет, то есть, может, во время замаха какого-нибудь. Просто там, типа, чуваки, блин, 20-го уровня. Но если они под водой, ты их убиваешь с одного выстрела. Как? Это работает. Объясни. Это шедевральная игра. Лучше ее ничего нету. Я не понял вообще. Вообще не понял. Но блин. Уровни тут сейчас. И разнятся максимально. Ну, дебильно, кстати. Это тупо дебильно. Не, а на самом деле тут есть какая-то часть понимания относительно того, что люди, в принципе, больше не смогут заплачивать. А монстр есть монстр. Вот такая... Такое дело ведьмака. Да что тебе два мяча, я спрошу, чуваки. Жлова в него, два хуя, блядь. Да ебались, абы кто. То есть, кто носит два мяча, вот они, блядь, живут, блядь, в этом мире. Кто носит в этом мире, у них два мяча. Они не знают. Да там практически ведьмаков-то не осталось. Но все равно, но про них же знают. Ну, слушай. Не, ну условно, будет перед тобой чувак, блядь, у него палочка волшебная в руке. Ты будешь, блядь, спрашивать. Ну, допустим, если ты знаешь, что в твоем мире, блядь, существуют чародеи, блядь, с волшебной палочкой, ты будешь говорить, а нахуя тебе эта палочка в жопе ковырялочка, блядь? Ну что за тупость, нахуй? Это увидит русалку. А почему женщина у тебя, блядь, хвост, а не ноги, блядь? Ты что, блядь, такое? Нет. Ну, просто, ну, тупо, блядь. Блядь, ну, мне, короче, был аргумент, типа, вот, отисея хуёво, знаешь, чем? Тем, что не дают просто сюжет пробежать, надо, типа, скейлиться, все, там, враги качаются. Здесь так же. Ну, вот я только хотел сказать, здесь же то же самое, что, блядь, если сейчас будут пока сюжету враги 18-го уровня, блядь, то все, я просто подойду им, сделаю минету, уйду. И мне нельзя просто, блядь, взять, как бы, во-первых, просто я саму идею говорю, блядь, вы играете в OpenSport. Ворлде, блядь, в котором вам там контента наложили. Что за желание пробежать его побыстрее, блядь, уже это за тупость, нахуй. Там, это интересно, что здесь разные квесты есть, даже в эти заказы там выясняешь какую-то интересную подробность. Нет, здесь нет ни одной интересной подробности, здесь, хуйня, все ебаное повествование. Вот. Уныние и пафос, блядь, сплошной. Говорю, опять-таки, я не понимаю, здесь, ну, здесь реально, для меня, повествование, блядь, здесь проблемы с повествованием. Слушай, а если я... Но меньше, чем во второй части. Может, они что-то... Обычаю штаны, проверю, кафтан, загляну в башмаки. Ну, конечно, в башмаки, блядь, я все нахуй. Я деньги там ношу до сих пор, блядь. Он спрятал в башмаке. В башмаке ключик. Ну, блядь, нахуй, к фол, блядь, писал этот квест, на самом деле. Потому когда... В какую хуёвую игру запихнули этот квест, я почему-то у меня столько и ненависти к ведьмаку. А тебе подсказали, что надо заглянуть в башмак, чтобы быстрее найти этот ключ? Нет, это я этот квест писал, Кирюх. Да, конечно, ключ надо искать, блядь, в башмаках. Гениально. Ты почему не знаешь, как раньше люди в поездах ездили? Деньги в пакетик, в пакетик, в бумажку, блядь, а этот, блядь, и вот эту заначку, блядь, в носок. Носок на ногу и спишь в обуви в поезде. В поезде по-другому нельзя было ездить, блядь, в советское время. Серьёзно? Ну, я такой, ну, как бы воровали, что пиздец. А, кстати, тут мне ещё знаешь, что нравится в ведьмаке? Что ты бородой обрастаешь. Какое счастье. А я так рад, что тебе это нравится, Кирюх. Это ж так, блядь, впечатляет. Нихуя себе борода растёт. Обалдеть. Я всё жду, когда к фол доберётся до этих, до куртизанок. И что? Ты думаешь, это первая игра, где есть бордель? Я просто хочу видеть твою реакцию. К фол их проскипает. Меня не интересуют женщины. Я же говорю, я хочу до 30 лет пробыть девственником, чтобы стать волшебником. А достижение альфа-самца? Когда я стану волшебником, вы будете мне завидовать. Девок ищут только лохи, мужики. Ебут ладохи, точно, да. Охуенно здесь подтягивает к врагу. Прям, блядь. Не то слово как. Критический урон 23. Нихера себе критический урон. Вот искусственный интеллект, кстати, если что. Сейчас прям дрочим на ИИ. А, они отрегенились, что ли? Да. А, вот так тут это работает. Интересно. Главное, я стою в них пухаю, блядь, из арбалета, а они отрегенируются, значит. Ради чего это? Ну, типа, у кого-то должен встать, это кого-то должно возбудить или что? Вот, ну, твесно, вот. Ну, нахуя вот это? Ну, правда, вот. Вот чтобы что? Кого-то это реально может возбудить, типа. И все, и все. Блядь, у меня же наушники упали, блядь, от интенсивности, блядь. И сразу пошел там, блядь, дротить нахуй. Охуеть. Так можно было просто не показывать сиськи. Нет, смотри, я не расцениваю то, что она не смотрится. То, что она моется голой, как бы заебись. Это нормально. Зачем нам сиськи показывать? Ну, для чего? Ну, это что? Какой-то образ, блядь, дает. Что это дает? Ну, вот, это просто сиськи ради сисек. Вот, отвечаю. То есть, никакого смысла это показывать. То есть, например, ладно бы это какая-нибудь там, это, там, блядь, не знаю. Слушай, я только сейчас заметил, что... Хорчит даже в кофте, да. Ну, видишь, текстура охуенная. Я просто, блядь, не знаю, вот нахуя это, вот, чтобы что? Чтобы было. Ну, чтобы было, да, вот, чтобы было. Почему-то хуй, Геральта, блядь, не показывают, блядь. Только жопы, блядь, и сиськи. Пиздишь еще на весь экран, зарядите, блядь, хули нет. Блядь, прям вот хуй в пизду, чтобы, блядь, залазил. Вот можно, пожалуйста, блядь. Зачем? А зачем, блядь, это было, да, хуй? Смода можно. Просто, блядь, как бы, я не готов был, ведь, я не понимаю просто зачем. Что, вот, то есть, есть игры, которые там, типа, блядь, я не знаю, там, порно-менеджер-симулейтор какой-нибудь, или, там, симулятор, там, ёбаре-террориста, там, как бы, понятно, там должно это быть, там это уместно. Здесь, что этим хотели сказать? Искусство заключается, блядь, не в демонстрации, блядь, сисек нарисованных, блестящих, вообще ни разу не выглядящих, естественно. Что, то есть, чтобы кого-то возбудить, то есть, ты такой играешь, ху-ху-дец встал, да, вот этот эффект. Или что, или подчеркнуть сексуальность, тогда, наоборот, надо было не показывать их, показать со спины, там, ну, максимум сбоку чуть-чуть, что у неё, там, сиська, блядь. Тогда это, как раз, наоборот, какой-то азарт создаёт. Бильё, например, да. Ну, жопу ещё, ладно, блядь, там, жопу, ладно, как бы, ну, окей, я реально, у меня не было просто, я удивился, что её дохуя раз показали за две минуты. Но, сиськи просто, ну, для чего, блядь, что, они думают, они так охуенно их нарисовали, блядь? Я просто, реально, не понимаю. Их нужно обязательно показать очень много, я же и так трудился над этим. Какую? В борделе были бы они голые, ок, тоже, я бы понял. Ну, типа, там и стриптиз, блядь, там вообще всем похуяло. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. Опять-таки, показали нам сиськи, но тогда бы надо было сразу, типа, блядь, Геральт, я тебя так давно видела, отдалась бы, типа, но она нас голенькая ждала, даже мыться уже начала, блядь, увидела. Ну, опять-таки, ради чего нам это показали? Как это характеризует персонажа? То, что она, блядь, не стесняется всем показывать свои сиськи? Я, кстати, не обратил внимания на кроликов, я думала, они забаговались. Типа, если у них какая-то близость, если они друзья, ну, отдалась бы она ему сразу. Типа, сначала, давай, поработай, блядь. Что-то кролики делают. Ну, дебатинг сказал то, что кролики трахаются, не смутили. Я даже не обратил внимания, реально. Я увидел, что там кролики, я подумал, что-то забаговались, может быть, два там наложилось. То, что они ебаются. Так вот, тогда, блядь, тогда дальше работаем дальше. Вот, я, правильно, блядь, я поговорил, блядь. Блядь, тогда она должна была голая, ему сразу сказать, Геральт, не пизде, давай ебаться, а потом уже они будут все обсуждать. И мы, типа, такие, да-да, блядь, и в ней нырк, блядь, и в пизденку, и в водичку, блядь. Ну, просто, блядь, ради чего это показали? Типа, она его, да хуя хочет, у нее аж кролики тут ебутся, у нее флюиды, блядь, в все стороны. Сначала, блядь, кури, потом информация, блядь. Не понимаю, блядь. Ну, это, ну, тупо, блядь, ну, это реально тупо. То есть, ну, кроликов трахаюсь и оставлять еще. Блядь, ну, это вообще, ну, это, сука, школьник, блядь, писал, походу, в натуре, блядь. О, сельский, блядь, и пошел, блядь, там, наяривать, блядь. Не, можно ее передамажить. Все. Княжеская вода. Гениальное название. Я вообще нихуя не понимаю, блядь. Княжеская бурда. Так, мы же можем здесь потрофить, постоять. Да, можем. Потупить. Нихуя себе. Удобно Геральте в воде было сидеть, блядь, по коленам в воде. Медитирует, блядь. Я, конечно, сам его тут поставил, но игра могла запретить, типа, нельзя в воде. Ну, это тупо. Он реально сидел сейчас в воде целый час у меня. Ножки парил, блядь. Ван принимал, чё тебе? Хистоплотный, блядь. Блядь, блядь. Я не замечаю, понимаешь, что это делать? Смотри. Я не могу. Я более-менее как бы привык, но привык я тупо, блядь, пялюсь на хп. Может я дурак, блядь. Может еще что-то. Но я тупо пялюсь на хп, так и понимаю, убивают мне или нет. Я не понимаю, блядь, когда я убиваю. Я не понимаю, когда, блядь, меня убивают. Она просто... Конечно, Геральт, я, блядь, целился в другую сторону, но ты решил, что огонь надо выпустить сюда, блядь. Молодец. Честь тебе и хвала, блядь. Тупой ты, блядь, мудила. Блядь. Вот, вот я специально тут, блядь, непреодолимое препятствие, ножку, блядь, поднять свою хромую, блядь. Баги как в Скайриме иной раз, блядь, тупее даже. Но здесь, благо, в космос ничего не улетает. И лестниц нет таких. Но хотя здесь есть ступеньки непреодолимые. Снимен капает. Ну, в Сан-Андреасе там интенсивнее дождь в ремастере, я хочу сказать. Блядь, я реально, и, блядь, вот сколько я уже играю, реально, часов восемь? Не сегодня, а вот со вчера, начиная, или с позавчера. Я, блядь, не могу до сих пор, блядь, перестать пытаться атаковать на курки. Потому что, блядь, на всех играх, сука, это так работает. Во всех играх, блядь, атаки... Нет, некоторые ставят часть атак, иногда на квадрат. Квадрат это такая кнопка тоже распространенная. Но всякие вот руны, наверное, ставить, это, блядь, странно. В Mortal Kombat'е там комбинации ударов. Ты что, удар рукой? Такое-то, блядь, и не RPG в Open World'е. Не, ну я сравню какую-нибудь ту ворлдс, и там меч на курки. Какие-нибудь, блядь, где... Чё у нас ещё на геймпаде? Те же пассасины. Всякие пострелушки. Всегда стрельба на курки. Не, я, блядь, всё время, блядь, играла на курках. Если надо интенсивно жать атаки, курки как раз позволяют чувствовать. Жми о, что, блядь, атаку. Не, жми о, что, атаку. Чем по кнопкам по этим долбить. Блин, ну вот со всякими этими застреваниями здесь, блядь. Неприятно ходить по этим катакомбам. Здесь должно быть больше широких пространств. А, с факелом яд взрывается. Замечательно. Вообще по нему непонятно, как атаки регистрируются. То есть, тупо на звук. Он не изображает, что по нему чё-то прошло. Долком даже, блядь, с какой-то стороны я сейчас стоял, даже не было видно, что удар, блядь, мечом прошёл. Короче, что могла увеличивать свой уровень вместе с твоим. Ну, чтобы поинтереснее было. Что они ковыряться начали очень легко. Ну, я не знаю, по поводу уровня вместе с твоим. Я не очень понимаю, о чём ты. Вот и посмотри, если у моба там уровень ниже, чем твой, то он повышается автоматически до твоего уровня. Да, ну, здесь скейлинг, мне кажется, давно собачье. А восемнадцатого. О, блин, играется уже интереснее. Там уже... Гаргулиска, здесь самый ужас, не Гаргулиска. Здесь самый ужас, что я не вижу нихуя просто. Вот и всё. Я просто не вижу ничего, блядь. Я не вижу, куда я могу должнуться. Я не вижу вообще врага целиком. Они бы ещё меньше сделали коридор. Как вентиляцию, блядь. Поэтому тебе, блин, нужны эти ликсиры. Здесь кошка бы тебе пригодилась. Что? Как мне понять, блядь, что он существует, нахуй? Могла бы предупредить. Как мне понять, что в игре существует эликсир кошки? Без Кирилла-то я могу это понять, блядь. Игра хоть как-то мне может, блядь, презентовались? Игра рассчитана на лор, блядь. Как тогда она может быть, блядь, будет его подавать, блядь, этот лор? Понимаешь? Может быть, она будет про него что-то рассказывать, про этот лор? У меня, блядь, спутница. Здесь так темно. И он может сказать, я могу сварить зелье кошачьего глаза. Всё, вопрос решён, блядь. Это сюжетная линия. Вы бы научили, блядь, и всё. Я бы не ходил, как лошара. Они даже про факел, блядь, ни разу не подсказали. Я случайно его нашёл. Но опять-таки, игра вообще не хочет, чтобы я в неё играл. Отвечаю, нахуй. Квест она сама, блядь, мне ставит, блядь. Квест и проебал. Хотя я даже не видел, как я его взял, блядь, чтобы проебать. Да рецепты какие-то я подбираю. Вот, а теперь я могу здесь зажечь, охуенно. Вот сейчас это нужнее всего, блядь. Ходите зажигать, нахуй. Потому что вот сейчас, когда я уже эту хуйню ордер расковырял, блядь, с горем пополам. Почему баба изображена в ходячем пузырём, блядь? Почему реально она значок, блядь, в флакон, блядь, по карте ходит? Но я понимаю, что, допустим, она потом... Это травник, ты у неё можешь траву потом закупить. Потом смогу, вот именно. Но сейчас-то она как тиммейт. А у меня просто бутылка со мной ходит. Можно я её присяду отдачу, блядь. Это, боже, очень важно. Есть, например, бутылка. Почему она ходячая бутылка, блядь? Это, ну, это же просто тупо, блядь. Она сейчас не продаёт, да. Белый мёд, интоксикация до нуля. Что это такое? Хуй его знает. Увеличивает мощь знаков, понятно. Видеть в полной темноте. Нужно две каких-то хуйни. Водная эссенция. Алхимический ингредиент. Это субстанции, да? Нет, это не субстанции. Здесь вот кошка, как раз зелька, которая... Ну, хорошо, кошка-объебошка. Я открываю зелье кошки, блядь. Зелье кошка. Эссенция, да. Вот где её высрать? А купить... Купить, залупить, блядь. Утравника. Ну, точнее, не у травника, а вот у этой как раз. У неё можно купить вот эту... Пизда, продай, блядь. Вы не можете напасть на эту цель. Гони, мразь, блядь. Нет, ну вот, просто я должен... Нет, она бы... Ну, смотрите, объясняю. Объясняю, блядь. Вот механик игры для еблонов, блядь. Она, блядь, как раз травник. Она даже по лору сюда вписывается. Она говорит, Геральд, здесь темно. Я бы мог сварить, блядь, зелье кошкоглаза. Она такая... Ну, у меня... Вот, она... Чего она тебе сварит? Нет, он, допустим, говорит, я бы мог сварить зелье кошкоглаза, чтобы нам было видно здесь всё. Или там, чтобы я хотя бы смог видеть. Но у меня нету с собой ингредиентов. Скажите, у меня как раз всё есть, Геральд. Я же травница. Отдаёт, блядь, ему. И нам задание сварить и кошкоглаз, блядь. А, ты насчёт это обучение относительно зелья? Просто, блядь, да, введите, блядь. Ты не видел, как я вчера психовал на ебаный гвинт? Когда они, блядь, кучу всякой хуйни мне влили, а как играть не рассказали, блядь. Мне Вова рассказывал, как играть, я более-менее понял. Да, да, да. Но они рассказали всё, блядь. Кроме того, как сыграть. Я говорю, блядь, ну специально для еблановых делается... Разыгрывается демо-партия, блядь. Когда... Вот, когда ваш противник укладывает это, классно выкинуть вот это в этот момент. И нас бы познакомили со всеми механиками, и мы знали, как играть. Хуй, блядь, вам пососать Госпатинг Фолл, блядь. Ну реально, здесь игра всё делает для того, чтобы в неё не играли. Потому что она не сложная, сука, она простая, блядь. Игра простая. То есть это не Дарк Соулс. Дарк Соулс, понятно, тебя въебали с одной тыльки, но там тебе по сказке вылезают. Надо кувыркаться, надо кувыркаться, надо кувыркаться, блядь. То есть ты, блядь, пока ты не научишься кувыркаться, тебе счастья не ждёт в этой жизни, блядь. Игра сложная, и она тебя реально обучает, блядь. Здесь игра простая, блядь. Ну, они хотя бы рассказали, что можно сварить масло, хуясло, да. Типа, увеличить там атаку, можно посмотреть описание, что против грифонов это масло действует. То есть они презентовали бестиарий, но мне дебатник про него раньше рассказал, типа там, как можно посмотреть, что влияет. Окей, блядь. Это ок. Но, блядь, вот здесь, ну почему нельзя было сделать? Ну они, мы играем пятый уровень, вроде невысоко. Мы как раз достаточно тупые, блядь, чтобы нам об этом рассказать. Про зельки-то да. Ну, они бы сказали, блядь, кошка глаз. Ну мне не хватает там пиписьки крота, для того, чтобы я мог видеть в темноте. И она такая, вот пиписька крота, я как раз держала на этот случай. Она же даже как раз травник. Но она реально подходит сюда, тот человек, который мог бы нам подкинуть ингредиентов, то, чтобы было по канону. Но перед тем, как бы идти сюда, например. На худой конец еще проще. Мы заходим в большой холл, блядь, большая пещера, но в ней нихуя не видно, блядь. И мы говорим, мы бы могли сварить. Она говорит, как бы там, она могла бы прям тут условно достать, блядь, отвар, вот где там что нужно. Водную эссенцию из воды, блядь, намутить. Там вода была, водяные были, блядь. То есть, как бы, водная эссенция из чего берется. Ну можно было ее заспавнить там из врагов, я не знаю. Или там, я как раз могу там три там субстанции гуля переработать в водную эссенцию. Типа, собери их только там. Ну, то есть, можно было по-всякому, блядь, сделать и презентовать это. Ну, логично ведь, блядь. Она могла бы даже рецепт здесь подарить. По сюжету. Ну просто, блядь, все можно было сделать более юзерфрендли. А не, сука, когда мы в камешек, блядь, встали и вылезти не можем. То есть, было обучение в начале, нам сказали, что можно помахать атаки. Но почему-то нет бы сказать, например, в то же обучение в самом начале, в Кэр Морхене, там сказать, типа, а сейчас давай, там, сразись со мной, там, как будто я, блядь, вот эта хуйня, ну чтобы нас заставили, что у меня есть уязвимость заклинаний. Типа, ну мы должны сначала юзнуть заклинания, а потом сможем урон наносить. Нам бы вообще презентовали, типа, вспомни, запомни, много тварей имеют какой-нибудь свой, этот, не резист, а наоборот, свою уязвимость. И нам бы вообще презентовали бы механику того, что есть какие-то уязвимости. Я от повешенного здесь силы атаки против людей. А, короче, слушай, короче, их надо все по разу сварить, да, а потом просто выбирать. Или как? Да, 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 их даже не надо будет восстанавливать, они у тебя постоянные будут. Я, кстати, не понимаю, как оно респавниться. Че ты не понимаешь? Ну вот оно у меня в инвентаре, я его положил. Вот я сейчас 20 раз ударю, как оно у меня восстановится? А на этот 20 у тебя есть ударов, потом они у тебя заканчиваются, заходишь в инвентаре, заюзаешь еще раз. А, оно бесконечное, то есть на масло даже алкогес не тратится? Да, да. А, блядь, тогда это может дупонос его юзать. Я задумал, тут расход ресурсов какой-то, я экономный, как всегда, блядь. Не, спасибо, Кирилл, вот это дельные подсказки, нормально с маслом разобраться. Например, я реально не мог подумать, что оно бесконечное, мне в голову не пришло. Но это как бы, ну это реально нелогично. В какой-то мере это нелогично. А, в этом, в этом плане, да. Вот, ну то есть я реально, мне бы в голову не пришло, что оно какое-то будет бесконечное. Прикаляй, если бы на него, ну и что надо было бы постоянно тратить. Так я и думал, как бы, что надо компоненты собирать, я и не против, как бы. Нет, я реально, вот, я, я, я подпечатлением от того, что, блядь, масла бесконечные. Кстати, оно у меня кончилось. Блядь, ну вот каждый раз заходить его наносить. Почему нету нормальной презентации вот эту? Сейчас закупишь у нее все, что нужно. Как раз ей эти вот мелкие знаки продаж, которые в оружии оставляются и вот шмотят. То есть, короче, надо просто, по идее, надо изучить все масла и все бомбы просто-напросто. Я-то думал, что мы каждый раз, ну, как в Скайриме, Алхиме, как в таких играх это работает. Объяснять про масла, когда тебе это нахуй не надо, когда ты только три минуты в игре открыл инвентарь, это тоже, блядь, такое себе. Это презентовать, блядь, последние скиллы, блядь, когда ты их откроешь только через 60 часов, блядь. Опять-таки, чё, чек того, юзаем мы масла или нет? Раз, блядь, там, не знаю, в первом призаходе один раз вылезти подсказку, типа, не забывайте наносить, блядь, масла. Не зря есть народная мудрость и пословица «Ложка дорога к обеду». Вот мы столкнулись на босса, они научили нас делать зельки. Я про зельки запомнил, реально запомнил. Я просто, я не знал, что есть зелье силки, может, у меня-то тот момент не было, когда я смотрел. Там были зельки разные, типа, на 30 секунд оно действует. Я всё о нём запомнил. То есть, но про масла, обучение, блядь, там не было. Что оно бесконечное. Не, не было это про масла, вообще ничего. Поэтому, блядь, как бы вплетать прям в игру, тем более учитывая, что у них сюжетка рассчитана, что ты как раз по уровню, под уровень по ней ходишь. Как раз самое место. Мне вам об этом рассказали. Я вот как раз на ютубе, когда смотрел, мне, по-моему, вот в этот момент... Это при том, что Кирюша у нас как бы любит Ведьмака, и он, блядь, к нему нормально изначально относился со всеми косяками. Я жалуюсь на то, что мне там что-то не хватает. То есть, как бы, блядь, разобраться в этом всем с первого раза, блядь, ну не надо говорить, что кто-то с первого раза взял это и въехал. Возможно, кто-то поиграл, потом второй раз, когда проходил еще раз, там заново начал игру, он уже, может быть, вчитался, и, грубо говоря, из половины того, что он знает, он и заметил еще половину того, что он не знает. Такое бывает в играх. Но, опять-таки, это же не проблема человека, ни в коем случае. Игра, наоборот, должна, блядь, сама тебе говорить, а гляди как могу. Я могу вот так, вау, блядь, и все. То есть, в нормальных играх так и происходит. По сюжету, может быть, там кому-то что-то надо сделать, там тоже дали бы задание. Повешенного масла против трупоедов. Тогда просто это халявный бонус вообще не за хуй. Почему, блядь, этим не пользуюсь? А то, что 20 зарядов, это каждый раз бесить, блядь, просто. Если бы я знал, что это халява, конечно, я бы сразу это юзал. Трю, я, блядь, дурак, что ли? Я слушаю подсказки, когда они нормально объясняются нормальным языком. Ну, реально, вот ты мне нормально там подсказал, что вот, надо поставить ловушку. Там в бестиарии написано. Я зашел, я запомнил. Я же, блядь, не долбоеб. Ты мне нормально сказал, и все. То есть, если они тоже нормально скажут, но они, в принципе, потом сказали. То есть, Вова тоже нормально сказал, надо следить за этим. Вот это вот. Подсказал, в принципе, как тактика выглядит. Это, я говорю, демокатка, блядь. Одну демокатку, блядь, делаешь, и сразу все понятно, блядь, всем становится. Ну, потому что надо сначала показать, а потом, блядь, показать, как этим пользоваться. Ты что, противенька, нет иконки к какому-то типа не относишься, значит, не ладь. Да нет, я же не доебываюсь. Это нормально, я считаю. Наоборот. Ну, вообще, можно было бы интегрировать, допустим, когда ты убил 5 таких противников или 10, у тебя над ними подсказ с коренным, с названием, с элементом. Почему нет? Это комфортнее будет игра от этого. В этом нет ничего плохого. Ну вот, по поводу этого, того, что там показывать, не показывать. Так вот, я не помню, что это игра, но какая-то японская. Там смысл был в чем? То есть, она была пошаговая. И, то есть, тоже встречается тебе какая-нибудь тварь по пути. И там, грубо говоря, ты каждый раз, когда дерешься, у тебя, условно, есть твой список заклинаний. Их 50 штук. Ты, ну, у тебя, там, в общем, сейчас в списке всего лишь 6 заклинаний. Вот ты встречаешь тваринку. И у тебя просто, когда ты съязал на нее заклинание, у тебя прямо в этом же интерфейсе показывается, сколько процентов там эффективности ты по ним нанесешь. То есть, сначала ты съязал там линзу, посмотрел статы вообще этой твари, А, да и в Tales of, Tales of тоже такое есть. То есть, смотришь сначала, сколько вообще, допустим, там вот, ты на нее кастанул молнию, видишь, что, во-первых, сначала съязал у нее уязвимость, там, к земле, например. И ты видишь, что заклинание земли там на 60% больше урона наносит. Потом съязал на нее молнию, он записал, что молния, например, на 50% меньше урона наносит. И у тебя прямо в интерфейсе пометка появилась. И ты когда встречаешь врага, которого ты уже раньше встречал, ты уже знаешь, что на него юзать. Здесь так же. Нет, здесь это не в интерфейсе. Здесь это надо все время лазить в этот. Он у тебя автоматом масло не наложит нужное. А, ну это-то да. Но, блин. А там именно, что ты прямо в интерфейсе видишь, какое заклинание будет лучше применить против вот этого хуя. Если ты его раньше хотя бы раз встретил. Извини меня, но там масел 12 штук. Если не... А там, блядь, скотин нахуй тысяча. Из тебя не такой большой. Но все равно, я к тому, что... Это дебатник просто говорит, типа, ты пожалуешься. Я говорю, я считаю, что это можно нормально вклести в интерфейс. Так вот, в Tales of как сделано? У тебя же команда, ты играешь за одного, а это партионная JRPG. То есть у тебя патька. Ты когда убиваешь, допустим, убил там 20 одинаковых мобов, и у тебя открылась информация о нем, ты изучил его, например, то, что там по нему огонь лучше проходит, у тебя твои чуваки начинают сами на него юзать огонь. То есть когда ты встретил врага первый раз, на него юзают вообще все, что угодно. То есть все на него бьют. Кто-то огнем, кто-то молнией, кто-то физухой. Вот. Но когда ты встретил его, допустим, либо ты их убил 20 штук, у тебя вся информация не открылась, допустим, у него там есть показатели резистов. Четыре стихии, грубо говоря. Огонь, воздух, земля, вода. И у тебя с каждым новым боем ты все лучше узнаешь, к чему он более иммунен, к чему он более слаб. Вот. И потом у тебя постепенно сами они начинают тактику обретать, что ты каждый раз встречаешь моба и более эффективно против него гасишься. Не ты, так твоя пачка. Если ты сам, как бы, хлебушек. И плюс там по одной кнопке, наведясь на монстра, ты можешь посмотреть его описание из бестиария. То есть ты зашел, у тебя игра запаузилась, вот, описание этого моба. То есть почему здесь нельзя, там прицелиться на одного, сразу, хоп, страничка открылась. Я не говорю, что так должно быть. Я к тому, что, допустим, здесь это тоже нормально, из-за того, что их не очень много, можно... Все собаки, это, значит, трупоеды, там, условно. Все, которые на третвереньках, там, похожи друг на друга. Это окно. А к тому, что это можно вплетать нормально в интерфейс. Встретил босса, там, заколдовал заклинание линзу. Но это предмет расходуемый, и костоится он долго. Можно не успеть на босса. А, вот, у Цири есть, короче, способность необычная. Она может перемещаться во времени и в пространстве. То есть она может переместиться в другую сферу, где, например, монстры только обитают. Да, и когда вот было смещение вот этих сфер, да, помнишь сам? Кфол все скипает, он не знает, что такое сферы. Какие сферы-то, о чем, я не понял. Фу ты, это, ну, типо разные миры низкие. А, нет, я первую заставку... Я не помню там про разные миры, чтобы что-то говорили. А тут кто-то, вот хули ты пиздишь, блядь, кто-то что-то пизданул про разные миры, блядь, тут. Ну, блядь, простите, вот какая может быть, сука, важная, блядь, информация? Я игру запустил, сука, первый нахуй раз, блядь. Ну, кем надо быть, блядь, чтобы стратегически важную информацию пихать, блядь, в начало и рассказывать ее в формате, сука, какой-то энциклопедии, блядь. Ну, это просто, ну, это сделано реально все. Все приложено к тому, чтобы, блядь, никто это не смотрел, блядь. Понимаете ли, ну, блядь, когда ты игру первый раз запускаешь, блядь, игра должна сделать, сука, все нахуй, чтобы тебя засосать, блядь. А не сделать все, что вывалит на тебя, все, вот, блядь, все, что есть, блядь, все, вывалит на тебя, разбирайся, блядь. Все, тебе просто, да, я говорю, разбирайся. Ну, блядь, у меня одна, блядь, реакция. Пнул, блядь, и пошел дальше, блядь, потому что, блядь, вы не хотите мне, блядь, это разрывать. Я сам, блядь, еще буду что-то делать для этого. Вы, блядь, нормальные? Почему-то, блядь, как-то никакой учебный процесс так не выстроен. Никого, блядь, не забрасывают, блядь, в работу, разбирайся, потому что после этого люди работали. Как-то, блядь, какое-то объяснение, блядь, всем дают в жизни. Хотя бы, блядь, символическое. Ну, чтобы, блядь, хоть какое-то, блядь, понимание у человека сложить. Азы, блядь, дать. То есть, если важно упомянуть про этот мир, блядь, ну, значит, надо, блядь, вначале это запихнуть. Если это не важно, значит, это не важно. Пока я, вроде как, не вижу, чтобы это повлияло на геймплей. На понимание сюжета, так они еще должны 50 раз напомнить перед тем, как это будет важно. Да, это, кстати, будет об этом говорить еще. То есть, как бы, а то, что сейчас я этого не знаю, ну, как бы, значит, и не время, и не факт, что это прямо сейчас и необходимо. То есть, блядь, где нормально выставлен игровой процесс, тебя, блядь, не бросают просто так, блядь, и все. Тебе стараются постепенно преподносить. Давайте в свитке вспомним. Там тебе сначала говорят, вот три класса, можешь попробовать это, это. Алхимед, не просто квест дают, приди к лаборатории и что-нибудь создай. Ну, в Скориме там как раз тебе это с самого начала дают, говорят, вот есть ближний класс, есть дальний класс, тяжелые доспехи. Тебе дают сразу все. Дают сразу заклинания на тест. Ты можешь проверить. Далее ты приходишь в город, тебе про кузнечество рассказывают. Потом ты приходишь в город, тебе дает задание отправиться к алхимичке, передать какую-то залупу, блядь. То есть, тебе тоже постепенно презентуют все механики. На некотором протяжении там, то есть, не за один, не за десять минут, не за час. Не, здесь нужно выгрызать у игры все. Да, это кому-то, это может быть хорошо, но я не понимаю, для кого-то меня одна, блядь, реакция на это. Вы не хотите ничего для этого делать, для того, чтобы, блядь. Что? Да, все, я уже и даду, да, да, да. Вы не хотите нихуя делать, я тоже нихуя делать не хочу, блядь. Я играть пришел, отдыхать, блядь. Они, блядь, дальше не постарались, блядь. Нам надо, чтобы смерть увидеть, чтобы понимать. Как я, блядь, мне так нравится застревание здесь, блядь. Вам так не хотелось, блядь, делать нормальные, блядь, спуски-подъемы, что хуй с ним, пусть застревает везде, как тварь. Буква Ю, похую, блядь. Подъем на shift. Ну на, на геймпаде, да. Так там нет, если он, он не застревает же на ровном месте, если ты в стену уперся, ладно. А здесь-то я иду просто, блядь. То он захотел, упал, блядь, вниз. То он не захотел, не упал, блядь, вниз. Ну здесь с геймпадом не очень. Тебе тоже, да, не очень удобно перемещаться на полоским дорожкам, да, вот эти? Ну, вообще никак. Ну да, мне тоже не нравится. То есть вот здесь взял, упал, фаси-синего, он не падает вот так просто вниз. Если там край, то надо именно зажать, то есть он должен срыгнуть с него. То есть там все в этом плане, блядь, продумано, что он не будет этой хуйней заниматься. Блядь, ну... А еще классная идея, вы бы сразу минимум ставили час, иначе нахуя я зашел в медитацию. А если я захочу отменить, так я выйду и отменю. Не, смотри, вот я захожу в меню медитации. Почему бы сразу, когда я захожу в это меню, не ставить плюс один час? А, поставить кнопочку? Ну изначально по дефолту сделать уже, я зашел, хоп, плюс один час. Типа как бы я зашел в меню, ну значит минимум же можно час промедитировать, правильно? Ну вот почему бы не выставлять с минимума? Мелко лучше интерфейса, блядь, но зато как бы это, блядь, меняло бы вообще заходы в это меню. То есть можно было сделать хуже, а можно сделать... Ну вот это что, это было бы оказуаливание или что? Если мы зашли в меню медитации, значит, наверное, мы зашли туда, сука, не просто так. Просто посмотреть, да хуя интересно нам, да? То есть мы, значит, собрались все-таки медитировать, раз мы туда зашли. Значит, мы будем медитировать, ну минимум один час, а дальше можно больше ставить. Тут же нельзя выбрать там минуты. Тут же вы кратно медитируешь, то есть 9 часов, 10 часов и так далее. Поэтому как бы здесь это было бы уместно. Это если бы там можно было время ставить. Мне тоже нравятся эффекты на воображаемой камере. Очень, блядь, понравилось. Да, это то, что там меня комком грязи каким-то кинули. Охуенно, блядь, вообще. 10 из 10 на кончиках сосков, блядь. Раздражает. Все равно, блин, видно, но, блин, ну неприятно. А, он имеет в виду, что сейчас вода появилась, я даже внимания не успел обратить. А, ты про это-то? Да это тупо, блядь. Ну, всегда. Игра от третьего, игра на то и от третьего лица, что не надо так делать, блядь. Она от третьего, от первого лица это уместно. Ну, блин, я опять-таки пытаюсь, я сразу сказал, играбельно. Это играбельно. Более-менее тут как бы, все, ок, особенно советы, спасибо. Потому что игра как бы хуй кладет на то, чтобы уважать, блядь, игрока. И поэтому полный рот хуев желаю, блядь, разрабам, блядь. И, сука, как вы удивляетесь, блядь, как вы можете удивляться, что в киберпанке баги, блядь. Они тут, блядь, в игре 500 лет недавности, баги до сих пор не устранили. У них персонаж на каждом шагу застревает. Все, блядь, ждать какой-то киберпанк было. Если опять эти люди, нахуй, сделали, блядь. Ну, не готика, конечно, третья, блядь. Немножко получше, но не настолько. Защититель, он давай так, ну, кризис, или ведьмакой. Я уже, я надо заново поиграть в троганычный квизит. Но в готике там поинтереснее сюжетки. Ну, смотри, какую готику, я имел в виду третью. Что в ней багов, да хуя, она нормально не работает. И в ней много репутативности, слишком такой. У меня готика. Готика хорошая игра, в нее надо было играть тогда. Жалко, что она вышла с такой кучей багов, так-то неплохая. Тактика готика. Готики мирно, по-моему, тут трава да волки. Но если смотреть опять-таки третью готику, то, конечно же, нет. Первая, вторая, да, она, блядь, готика. Блядь, готика мне нравится больше, блядь. Первая, вторая, блядь. Хотя вторую я не люблю. Но, блядь, попизжа ведьмака. Посмотрим, за кого ты там играешь. Главный прикол, что, блядь, как его... Все, если мы зашли, мы не можем теперь отменить. Винта? Да. А ты можешь просто начать издаться? Ну, это 10 монет. Спасибо. Продолжение следует...